Согласно священным заветам, записанным в Коране, мусульманин может иметь четырех жен, но это зависит от многих обстоятельств. Многоженство может быть дозволенным, париться им им и обязательным. Когда-то многоженство приветствовалось пророком Мухаммедом, как забота о женах погибших воинов. Сейчас мужчины в расцвете сил редко покидают этот мир. В стране детей мужского пола рождается больше, чем женского, но законы шариата никто не отменял. Мужчина-многоженец обязан одинаково хорошо относиться ко всем своим женам. В его обязанности входит обеспечить каждую из них отдельным жильем одинакового качества. Недопустимо одну поселить в роскошные хоромы, а другую в дом типа сарая. Жить в одном помещении женщины могут только с их согласия, но при этом у каждой должна быть отдельная комната. Ночи муж обязан делить поровну со всеми своими женами. Женщины должны быть одинаково обеспечены всем необходимым. Как выглядит тюрьма в Саудовской Аравии? Грехом мужчины считается женитьба на нескольких женах, если у него недостаточно средств для их содержания или он не одинаково хорошо относится к каждой их них. Нежелательным заключением дополнительного брака являются брачные узы для поднятия престижа в обществе. А желательным может стать болезнь первой супруги, ее бесплодие или распутное поведение. Как знакомиться с девушками в Саудовской Аравии? Женская половина Саудовской Аравии, как многие женщины всего мира, не очень рады в семье второй супруги. Поэтому при подписании брачного договора, в нем часто указывается нежелание девушки на второй брак своего суженного. При нарушении этого пункта договора, саудовская женщина вправе расторгнуть брачные узы со своим мужем. И арабки этим правом пользуются. Ну конечно не все, так как у многих из них нет своего дохода, они живут только на средства мужа и не могут остаться существованию. Может ли женщина сбежать из Саудовской Аравии? Некоторые мужчины в обход брачного контракта женятся тайно от первой жены, беря в жены девушек с бедных арабских стран. Они обходятся дешевле в содержании отца отечественниц, живут у себя на родине, и не против стать очередной женой обеспеченного саудовца. Правда такое многоженство не приветствуется королевским правительством. И закон всегда будет на стороне первой супруги при подаче неюиска. Не скрывают своего многоженства люди высших слоев общества. В их положении иметь одну супругу считается позорно. 99% всего мужского населения страны многоженцы знатного происхождения. Не каждая девушка откажется от роскошной жизни, зная, что у ее мужа есть другие жены. Тем более, арабкам это легче принять на психологическом уровне, их к этому готовит религия, законы, шариата и Коран. Мусульмане считают, что такая практика оберегает мужской пол от прелюбодеяния, от венерических болезней. Женщина в браке считает себя защищенной и обеспеченной мужем. Во многих арабских странах приветствуются мужчины, которые содержат и опекают сразу несколько семей. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.